Друзья, приветствую! Никита из Нижневартовска прислал посылку с образцами масла Liqui Moly Synthoil Hightech 540, заявлено как стопроцентная синтетика SPAW. Сейчас покажу описание. Автомобиль Lexus LS460 с V8 4.6 литра 2011 года. Сами видите условия эксплуатации. И значит три баночки, две свежего и одна отработка. Никита попросил две свежего сравнить, потому что ему кажется, что запах отличается двух образцов. Так, первым делом естественно создам эталон. Сейчас заложу немножко свежего. Так, вот такая спектрограмма получилась. Так, увеличу область эстеровую. Ну, 0,89 обычных, в общем-то такое в районе полутора процентов я так вот оцениваю. Далее выбираю это масло, сейчас подкорректирую, посмотрим что намерил прибор. Так, это пункты, лимиты и посмотрите противоизносных присадок 134 процента. Видно, что такой очень хороший уровень здесь. По крайней мере, прибор намерил насыпали от души. Отлично, отлично. Значит этот уровень я обозначаю как 100 процентов для оценки последующих изменений. Естественно, гликоль, сажу отрицательные значения и обратите сейчас внимание на щелочное 116 и кислотное 167. Это прибор намерил сам, очень правдоподобные числа. Я даже их трогать не буду, корректировать не буду, так и оставлю. Вот и для А3Б4 щелочное, для топового такое, топовое, отличные результаты. И низкое кислотное для такого масла, как мне кажется. Да, видно, что здесь такая база какая-то серьезная, типа ПАУ. Так, ну и второй образец. Я, честно говоря, не сравнивал запах. Давайте посмотрим так. Закладываю и посмотрим, что намерит прибор. Вот здесь вот такой вопрос непонятный. 77 процентов по противоизносным присадкам. 1,62 еще чуть ниже на 0,05 кислотное и чуть-чуть ниже щелочное 11,4. Возможно, возможно, рецептура чуть подправлена. Там видите, здесь даже чуть пониже нитрование начальное, чем в том эталоне. Возможно, какой-то компонент заменили и чуть-чуть подправили. Видите, значение немножко сдвинулись. Не знаю еще, как объяснить. Вот 77, но единственное, только так часто очень я сталкивался, когда есть подозрения на измену рецептуры, изменения, то там вот в районе 30, там 25-30 изменения. Ну и вот отработка. Значит объем масла, обратите внимание, 9 литров, 160, почти 6 тысяч пробег общий. Пробег на масле 6080 километров. При средней скорости 8 километров в час. Это примерно 760 моточасов. Использовалось 14 месяцев масла с февраля 21 по апрель 22. Ну и топливо Лукойл 95 на одной и той же заправке. Так, смотрите, противоизносных присадок 36 процентов. Да, уже подъелась. Значит, гликоля 3 десятые. Стоит обратить внимание на не попадает ли антифриз. Так, значит, нитрование нормально. Немного сажи, в принципе, 0,02 процента. 2,81 кислотная. Ну, понятно, что тут серьезно очень по времени мотор поработал. И 3,9 щелочное. Удивительно, но запас еще даже остался небольшой, но остался. Да, здесь, не знаю, может это и не антифриз, потому что воды практически нету в масле. Да, вот у Никиты написано, что он и Вебаста использует, и долго греет, но 95 процентов городская эксплуатация. Стиль езды, как он написал пенсионер, то есть спокойно ездит, не часто. Ну, вот такая вот картина. Обалдеть, конечно. Очень серьезный получится прогноз ресурса по моточасам. И смотрите, значит, вязкость. Ну, понятно, да, это городская езда. Есть некоторое разжижение. Я его оценил в районе 29 процентов. То есть это нормально для города. Немного топлива попадает, немного там конденсата. Масло постепенно разжижается, то есть нельзя сказать, что там какая-то температура в коме сгорания там повышенная, чтобы там масло загущалось. Все нормально. Да, не забывайте отмечать видео. Подписывайтесь, кто не подписался, нажимайте колокольчик, помогайте продвижению контента. Ну и вот данные, которые у меня получились в результате проверки. Я, естественно, использовал данные талона первые свежего. И у меня получилось, что на данном масле Никита мог бы проехать 6800 примерно километров и более 850 моточасов. Это удивительный результат. Посмотрите и по нитрованию никаких вопросов. 10500 или 1300 моточасов. И по вязкости там почти 21000-2600 моточасов тоже как бы вопросов нет. Ну, понятно, да. Это низкая скорость, невысокие обороты, я так понимаю. Может быть и даже климат нижневартовского плюс небольшой сыграл, что холодно. И объем картера, конечно, 9 литров, такой очень серьезный. Ну и, конечно, не забываем, что это пау. Пау все-таки покрепче, да. Отличный результат. Шикарное масло. Значит, я думаю, что, конечно, не дешево сейчас стоит. Достаточно дорогое. Но, тем не менее, вот результат, как говорится, налицо. 850 моточасов для бензина. Просто отлично. Я не помню, был ли в каком бензине такой результат. По-моему, это рекордный для бензина. Ну, здесь сочетание нескольких перечисленных мной факторов. Пишите, что думаете по этому поводу в комментариях. Благодарю Никиту за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео. Благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.